Привет, дорогой друг! С тобой, как всегда, Универ Ньюс и я, Рената Исхакова. Расскажем тебе самые свежие новости студенчества. Поехали! Какова миссия русского бизнеса? Ответ на этот вопрос студенты узнали на Олимпиаде по истории российского предпринимательства. Ежегодный конкурс научных студенческих работ продолжается. В Питере снимать! Корреспондент Универ ТВ Настя Иванова приняла участие на всероссийском форуме Science Media. Согласитесь, чтобы разбираться в бизнесе, необходимо знать не только основы, но и историю предпринимательства. Ознакомы ли будущие предприниматели КФУ с интересным прошлым бизнесом в нашей стране? Мы расскажем прямо сейчас. 14 апреля на базе Института международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета стартовал региональный этап третьей Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. В этот день в стенах университета собрались студенты с различных вузов России. Студенты и аспиранты КФУ также не стали исключением. Данная олимпиада проводится в рамках Всероссийского проекта «История российского предпринимательства». Это совместный проект общественной организации деловой России и Российского исторического общества, который направлен все-таки на сохранение памяти и актуализации вопросов истории предпринимательства нашей страны. Ведущей целью проведения олимпиады стало не только сохранение памяти о российских предпринимателях, но и вовлечение современной молодежи в составление новой летописи российского предпринимательства. Открыл данное мероприятие почетный гость регионального этапа олимпиады, председатель Тюменского регионального отделения «Деловая Россия» и председатель правления банка «Аверс» Камиль Юсупов. Много лет мы жили в другом обществе, но вот если рассказывать, даже если пройтись по центру Казани, уникальные красивые здания, которые построены когда-то предпринимателями, купцами своего времени. Поэтому это очень интересное и нужное событие. Я хотел бы пожелать успехов всем участникам и еще раз повторюсь, очень рад присутствовать на этом мероприятии. Как отметили организаторы мероприятия, данная олимпиада призвана показать истинную историческую миссию российского предпринимательства, а изучение опыта прошлого поможет сформировать положительные отношения и к современному бизнесу, который, кто бы что ни говорил, продолжает быть в нашем обществе довольно созидательной силой. Аделя Шамилова, Ленар Даблетяров, Универньюс. Традиционный конкурс научных исследовательских работ продолжается. 14 апреля в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ прошел День науки. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 14 апреля в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялся традиционный День науки, который проводится в виде конкурса на лучшую научную работу студентов и направлен на стимулирование научно-исследовательской работы учащихся. Знаменательный день на самом деле. То есть наши студенты, которые на втором курсе выбрали себе тему научных работ, сегодня рассказывают о своих достижениях, то есть о том, какие методы они освоили, какие первичные результаты они получили. И на этой конференции помимо студентов-биологов, также присутствуют и студенты-медики, которые также интересуются наукой и могут в перспективе выбрать те или иные научные направления. Порядка более 200 студентов института выступили со своими докладами в рамках 9 секций. Так, например, самыми популярными секциями стала биохимия, зоология, общая биология и генетика. Наша секция – это секция по физиологии. У нас очень много студентов, почти 30 человек, поэтому у нас разделена секция на две части. И представлено на самом деле очень много различных направлений. И студенты у нас работают по ключевым приоритетным направлениям развития нашего института. Стоит отметить, что День науки – это традиционные ежегодные мероприятия, которые проходят в каждом институте университета. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюс. Делегация Сколковского института науки и технологий встретилась со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. О всех подробностях встречи узнаешь в следующем сюжете. В институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета прошла лекция для студентов от делегации Сколковского института науки и технологий. Ректор Сколтех Александр Кулешов рассказал о создании и развитии института. Сколковский институт науки и технологий был создан в 2011 году. Появилась идея сделать университет нового типа. Ну, а часть это лукавства. Сейчас объясню, почему. Есть такая модная фишка, которая называется университет 3.0. Университет 3.0. Значит, в свое время Стэнфорд, MIT, я даже не помню, кто из них первый, ну, примерно одинаково. В одно и то же время начали некую деятельность, связанную с инновациями. То есть, они сумели сократить цепочку от научного исследования, от принципирования и до индустриального коммерческого продукта. Сколтех готовит новые поколения исследователей, предпринимателей продвигать научные знания и содействовать технологическим инновациям с целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром. Из выступлений студенты также узнали и о преимуществах обучения в Сколковском институте науки и технологий. Вы можете одновременно поступить и в Сколтех, и в КФУ на эти программы и по выпуску, учиться на одной программе, по выпуску получить два диплома. Соответственно, используя все возможности, все мощности и Казанского федерального университета, и Сколтех. Ректор Сколковского института науки и технологий также затронул и тему мультидисциплинарности. Все имеют разное базовое образование, но работают в одной команде. Вот это называется настоящая мультидисциплинарность, когда за одним столом собираются люди, которые, научились друг друга понимать, имеют различные навыки, различные компетенции, различное образование. Мы научились друг друга понимать и решать общую задачу. Напомним, что 13 апреля прошло подписание соглашения о сотрудничестве между руководством ВУЗа Казанского федерального университета и делегацией Сколковского института науки и технологий. Соглашение предусматривает проведение совместных конференций, семинаров, организацию студенческого и преподавательского обмена, программу академической мобильности и другое. Анна Глазунова, Леонард Вильтяров, Универ Ньюз. Что вы знаете о символике своей альма-матер? Как оказалось, студенты Елабужского института КФУ не только заинтересованы в этом вопросе, но и готовы делиться полезными знаниями. Что вы знаете о символике своей альма-матер? Как оказалось, студенты Елабужского института КФУ не только заинтересованы в этом вопросе, но и готовы делиться полезными знаниями. Именно поэтому в Елабужском институте впервые организован крупный промо-проект «Дни символики». Я считаю, что каждый патриот КФУ должен не просто гордиться своим вузом, но и знать символику своего вуза и распространять ее дальше и говорить всем о своем любимом вузе. Самыми яркими событиями недели стали видеофлэшмоб и фотоохота. В течение недели факультеты института поочередно презентовали себя вместе с символикой КФУ в своих видеороликах. На фотоохоте каждый мог сфотографироваться с символикой и проверить свои знания в ее истории. Вузом мы своим гордимся, честь его отнаять не боимся. Встречайте нас, мы уже тут, это Елабужский институт! Анастасия Иванова, Динара Алмагомбетова, Денис Типайлов, Универньюз. В Санкт-Петербурге состоялся медиафорум «Сайенс-Медиа». В нем приняла участие студентка КФУ и корреспондент нашего канала Анастасия Иванова. Об этом далее. Студентка Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Анастасия Иванова приняла участие во Всероссийском студенческом медиафоруме «Сайенс-Медиа». Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском университете информационных, технологий, механики и оптики. Анастасия стала одной из ста финалистов форума из 30 регионов России и стран СНГ. Программа форума была насыщенной. Три дня участники слушали научно-популярные лекции от ведущих ученых и посещали медиаплощадки Северной столицы. Ребята изучили две сферы познания – науку и искусство, узнали о граних между любовью и шизофренией, ознакомились с анализом поведения людей в интернете, посетили студию, где создают героев мультфильма «Смешарики», а также побывали на новой сцене Александрийского театра. Анастасия поделилась своими впечатлениями после завершения форума. Эти несколько дней форума были на самом деле очень интенсивными. Я считаю, что каждый студент-журфак и начинающий журналист должен попробовать себя на максимуме форумов, мероприятий, конкурсов, потому что это очень дает большой опыт и дает большие связи. Можно познакомиться с будущими коллегами, может быть, даже найти будущее место работы. Важно уметь говорить о сложном – просто. Главный слоган научно-популярных лекций. На форуме журналистов учили, как общаться с учеными и исследователями и просто говорить о науке. Студент ККФУ представила свои репортажи, которые вышли в эфир на канале Универ ТВ, где Настя является корреспондентом. Кроме этого, совсем недавно девушка взяла первое место в номинации «Репортаж» на всероссийском конкурсе журналистов Open Media, проводимой в городе Челябинске. Анастасия Буряк, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok